Япония после Второй мировой войны можно воспринимать в контексте истории отношений между Японией и другими странами Азии и то, что и Япония, и страны центральной Азии должны играть активную роль в современном быстро меняющемся мире, где конкуренция между крупными интервьюциями осуществляется. Как известно, на Втором всеказахском съезде 1917 года были жаркие споры и сразу объявить автономию казахов или нет, и тогда решили пока отложить официальное объявление. Но фактически Арш-Руда была сформирована как автономное правительство и в сложных обстоятельствах гражданской войны России Арш-Руда отстаивала самостоятельной политической жизни казахов. Были сложные проговоры с советской властью и разными антивальшивистскими правительствами. Поэтому фактически Арш-Руда и арш-Рудская автономия социализованы. Вообще я стал интересоваться студенческие годы центральной Азии, потому что центральная Азия находится между Азией и Европой. Отсюда можно посмотреть историю разных регионов Евразии. А также я интересовался при этом начало XX века. Это был очень-очень насыщенный период для истории всего мира. И как люди в Центральной Азии воспринимали ситуацию в этот насыщенный период. И как они хотели адаптироваться и строить новую общественную и политическую систему. Меня очень заинтересовало. И Арш-Руда это очень хороший пример для изучения таких проблем. Так, я частично перевел Оен-Казак в своих работах, но полностью не перевел. И через мою работу мои коллеги по изучению истории России, по истории Азии знают, как оригинального мыслящего человека, как представителей одного из азиатских народов, которые очень многое думали, что мыслились по тем, что мыслились по тем, что мыслились по тем, что мыслились. Так, ну вообще-то обвинения при репрессии Сталинского. Японского периода, думаю, что нельзя воспринимать буквально не только казахов, но и представителей других азиатских народов в Советском Союзе обвиняли как японских шпионов. Ну, Япония, тогдашнее правительство Японии, ну, старались иметь контакты с разными народами в Азии, но даже с народами восточной Азии, юго-восточной Азии довольно трудно поручалось установить контакты. И особенно в пределах Советского Союза было очень трудно, практически невозможно действовать представителям японского правительства, поэтому, ну, возможны какие-то случайные контакты, но я считаю, что постоянных серьезных связей между казацкими интеллигентами и Японии не было. Сейчас я хочу сказать, чтобы мы было столько западных tossed в Казах, которые были оoner Neg�� school «Японии, Японии неightened». В этом году мы были в Жапоне, и были в Казахстане, что вы были в Казахстане. Если мы были в Казахстане, то мы были в Казахстане. Ну, так как интересы разных азиатских народов были разными, Япония не обязательно хорошо знала обстоятельства каждого народа. Ну, многие попытки вообще развиваться Японии и другим народам Азии в целом были неуспешны. Поэтому, ну, тем более с народами Центрной Азии, которые находились под совершенно другим режимом, совсем отдаленно от Японии, все равно было трудно.